Дальше. Тоже ситуация для правдорубов. Слушайте меня, Инстаграм слушает. Нужно говорить о своих семейных проблемах, о болячках, сразу кавалеру. Ну, чтобы он не терял время, вдруг вы не подойдёте к нему. Я сейчас буду философствовать на эту тему. То есть это на самом деле такой тезис правдорубов. Но вот если я с кем-то познакомилась, я же должна ему сразу всю правду рассказать. Он же должен знать всю правду обо мне. И поэтому начинается вываливание проблем на работе, кредиты, дети, цветы жизни, которые нервы треплят, болячки, ещё про женские болячки начинают рассказывать. Тут я могу, тут я не могу, тут меня не трогают, тут у меня болит, тут у меня сустав. То есть получается, что приходит вроде красивая женщина на свидание, а такое ощущение, что как железный дровосек пришла. Потому что когда она начинает перечислять все свои диагнозы и проблемы, то ощущение на самом деле такой какой-то страшности. То есть я помню, я сидела на таких переводах и думаю, господи, боже мой, как выкрутиться-то из этого, как создать её позитивный образ, если она уже про все свои проблемы рассказала. И ладно, если я ещё переводить должна была, я могла хоть как-то это дело откорректировать. И когда дама там на свободном английском и на немецком всю эту свою опупею рассказывает, ты сидишь и думаешь, и что мне дальше делать? Да вот как мне вот этот поток, поток текста, поток сознания весь этот остановить? Так вот, крошки мои, переворачиваем ситуацию наоборот. Вот он пришёл к вам на свидание и начинает рассказывать, не знаю, там, про сделанную операцию, что у него сердце слабо, что у него сосуды плохие, что он после ковида дышает до сих пор. Я спонтанно придумываю список диагнозов, что опять же дети сволочи, дом разваливается, машина надо ремонт. Но он же правду рассказал. Но как вы думаете, вот вы захотите, даже если он сидит такой распрекрасный с лицом Брэда Питта и с фигурой, не знаю, кого, давайте, мистера вселенной какой-нибудь накачанной. То есть даже если вы глядя на него, ну вот он открывает свой прекрасный рот и выдаёт вот этот текст своих проблем, у вас же в голове что будет? Беги, беги, да, run for us, run, беги for us, беги, то есть спасайся, потому что если мы вот уже вот тут вот пришли и с первого свидания, с самого начала, а если ещё до свидания, он весь этот список своих, как бы сказать-то даже, антиактивов такой, то есть активы, а есть пассивы, да, вот он весь такой список пассивов выкатил, а если у него ещё писун маленький, маленький, неработающий или вообще, вообще, как бы он ничего не может, если он всю вот эту вот картину маслом написал, ну, вы там не то, что заблокируете, вы телефон выкинете в помойку, только что, не дай бог, он вам второй раз не написал. Спасибо. Спасибо.